Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Андрей Макаров. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. В столице на пожарах ЧС с начала года спасатели совершили более двух с половиной тысяч выездов. За это время на пожарах погибли 6 человек. 20 пострадали. 189 человек, из них семеро дети, удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Остановимся на более значимых происшествиях минувшей недели. Минск чрезвычайный. Рабочая неделя началась с автомобильного пожара. ОЧП, произошедшем на проезжей части напротив жилого дома по улице Карла Липневта по номеру 101, сообщил владелец легковушки Ниссан Алмера. На место незамедлительно выбыли пожарные расчеты. В результате владельцу придется вложиться в ремонт. Выгорела значительная часть автомобиля. А причиной всему стало банальное короткое замыкание в моторном отсеке легковушки. Последующие рабочие дни оказались на удивление спокойными и серьезных по своим последствиям ЧП в столице не происходило. А в четверг на 101 поступил звонок из гаражного кооператива по улице Халтурина. По сообщению, горел один из гаражей. Оперативно прибывшие на место вызова пожарные спасатели установили, что произошло загорание имущества в кирпичном гараже легкового автомобиля Ауди А4 2002 года выпуска. Спустя 10 минут пожар уже был ликвидирован. Как результат, полностью поврежден автомобиль и имущество в гараже на площади 18 квадратных метров. А виной всему оказался сын владельца гаража, которого дома теперь наверняка ждет сбучка. Ведь, как выяснили специалисты, виной всему оказалось оставленное без присмотра и закоротившее зарядное устройство для аккумулятора. Минск чрезвычайный. На следующий день, в пятницу, для столичных спасателей оказалось горячим обеденное время. По многочисленным сообщениям от очевидцев, серьезно горел один из складов по улице Гурского. На место вызова незамедлительно выбыло более десятка единиц специальной техники. По оперативному прибытию к месту вызова пожарных спасателей по внешним признакам наблюдалось открытое горение на открытой площадке утеплителя. А площадь самого пожара составляла 250 квадратных метров. Около получаса пожарным пришлось бороться с огнем. В результате поврежден складируемый строительный утеплитель, металлический навес и временный павильон с образцами строительной продукции. Причина пожара – нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ. Серьезными происшествиями закончилась и суббота. Около 7 вечера на 101 поступило сообщение о возгорании в административном здании по улице машиностроителей. По прибытии к месту вызова работников МЧС было установлено, что произошло загорание коптильной камеры, холодильника, имущества и сушильного оборудования на площади в 130 квадратных метров. А причиной всему стало короткое замыкание. А спустя всего час после ликвидации пожара в коптильне на 101 стали поступать сообщения о горящей квартире на Корженевского. По оперативному прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что в квартире на 11 этаже произошло загорание имущества в кухне и коридоре на площади в 12 квадратных метров. Работниками МЧС из квартиры на 11 и 12 этажах были эвакуированы 12 человек. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Минск чрезвычайный. С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма детей в летние месяцы в республике проходит акция каникулы без дыма и огня. Многие ребята отправятся в гости к бабушкам и дедушкам в летние оздоровительные лагеря. Некоторые останутся дома, однако в любом случае каждому из них необходимо напомнить основные правила безопасности. Расскажите ребенку, при каких обстоятельствах нужно звонить службе экстренной помощи. Объясните ему, что в случае пожара необходимо выбегать на улицу и звать на помощь, но ни в коем случае нельзя прятаться. Спички и зажигалки храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами. Дайте ребенку какое-нибудь задание, поручение, одним словом займите его, чтобы ваше отсутствие он был занят полезным и интересным делом. Ни под каким предлогом не оставляйте без присмотра малолетних детей. Отправляя детей в деревню или на дачу, еще раз напомните им об основных правилах безопасности. Ведь тигры со спичками на чердаках, сеновалах, в сараях, поджигание сухой травы и тополиного пуха – это достаточно частое развлечение детей дошкольного и младшего школьного возраста. Ежедневно напоминайте своему чаду о правилах дорожного движения. И помните, что ребенок берет пример с родителей. А на этом сегодня все. До встречи в следующий вторник. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.